Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Милёша Хакимова. Наша команда подготовила для вас портию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. В Музее истории прошло торжественное вручение дипломов. Составители рейтинга лучших вузов мира КЮЭС оценивают университеты по различным показателям. В Доме культуры имени Ленина прошел полуфинал юниор-лиги клуба веселых и находчивых. Правительственная телеграмма поступила в адрес Ильшата Гафурова от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с поздравлением по поводу присуждения высокой награды. Премии правительства Российской Федерации в области культуры. А теперь к следующим новостям. В Музее истории прошло торжественное вручение дипломов. Подробнее в следующем сюжете. 11 марта в Музее истории Казанского федерального университета в главном здании прошла торжественная церемония вручения дипломов. Огромное спасибо всем за поддержку, за возможность представить результаты своего диссертационного исследования на тему формирования рискологической компетентности будущего учителя в процессе подготовки к инновационной деятельности. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров торжественно вручил дипломы и поздравил докторов и кандидатов на УКФУ за успехи в профессиональной деятельности. Хочу пожелать удачи в карьере, академической, прежде всего карьере, поскольку и дипломы кандидата, и доктор МАУ все-таки подразумевают, что вы будете работать по своим темам и вносить вклад прежде всего в собственное университет. Составители рейтинга лучших воззывов мира QS оценивают университеты по различным показателям. В 2020 году Казанский федеральный университет получил более широкое представление в рейтинге и улучшил позиции по сравнению с прошлым годом. Подробнее в сюжете. Рейтинговое агентство QS опубликовало ежегодный предметный рейтинг университетов. Казанский федеральный университет расширил свою представленность и впервые вошел в дисциплину химические технологии, заняв позицию 351-400. Это большое достижение для университета, у которого нет специализированной кафедры химических технологий. Тем не менее, КФУ вошел в рейтинг QS благодаря многочисленным достижениям приоритетного направления эко-нефть, объединяющей в себе химию и технологии нефтедобычи. И, конечно, это сегодня время такое, когда нужно делать какие-то практические вещи, которые будут внедряться, которые будут приносить пользу конкретному человечеству, не только, так сказать, двигать науку. Вот этот вот сплав химфака и геофака, он сделал огромный прорыв, я считаю. Напомним, еще в прошлом году Казанский федеральный университет совершил первые успехи в этой сфере. В 2019 году КФУ вошел в рейтинг по химическим технологиям академического рейтинга университетов мира ОРВУ. Не менее важным критерием для развития в области химических технологий является количество магистрантов и аспирантов, изучающих нефтехимию. Стоит отметить, что более половины из общего числа обучающихся составляют иностранцы. Еще одним фактором успеха Казанского федерального университета является активное развитие партнерских программ. КФУ сотрудничает с Французской нефтяной школой, Французским институтом нефти, Ближневосточным техническим университетом и другими, а также с крупнейшими российскими компаниями «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» и так далее. Рейтинг оценит более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в 5 предметных областей. При его составлении по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вузов, востребованность выпускников, цитирование научных статей и другим критериям, благодаря которым Казанский федеральный университет готов с уверенностью отвечать на новые вызовы. Мы продолжаем нашу серию сюжетов на тему 75-летия Великой Победы и хотим рассказать вам о выдающемся химике Николая Николаевича Семенове, который в начале войны был эвакуирован в Казань, где продолжил свою научную работу в стенах Казанского государственного университета. Николай Николаевич Семенов – это один из основоположников химической физики, который внес существенный вклад в развитие химической кинетики. В начале войны в составе Института химической физики Семенов был эвакуирован в Казань, в Казанский государственный университет, где с 1941 по 1943 год занимался проблемами горения и взрыва по обороне тематики. Его работы и работы учеников его школы быстро получили мировую известность. Кроме этого, он создал учения о распространении пламени, детонации и горении взрывчатых веществ. Николай Николаевич занимался в Казани оборонной тематикой. В Казани он был как директор Института химической физики, который он же сам же организовал, и, наверное, таких людей вообще было в мире не так много, когда человек организовывает институты, 55 лет потом этим институтом руководит. То есть здесь он уже был как бы директором института, академиком. В 1956 году Семенову совместно с Хиншеволдом была присуждена Нобелевская премия по химии за исследование в области механизма химических реакций. Кроме этого, основные его научные достижения включают количественную теорию химических цепных реакций, теорию теплового взрыва, а также горения газовых смесей. Трудно сказать, кто он был, физиком или химиком, поскольку он хорошо знал физику и применял знания физики для понимания химических реакций. В связи со 125-летием со дня рождения русского ученого Николая Николаевича Семенова президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации увековечить память о нем. Также президент рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника Николая Семенову перед главным зданием Центра химической физики имени Семенова. В Казанском федеральном университете обсуждается вопрос установки мемориальных досок Нобелевским лауреатам, которые работали в университете в годы войны. Ильвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз. В минувшие выходные в Доме культуры имени Ленина прошел полуфинал юниор-лиги клуба веселых и находчивых. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. 7 марта в ДК имени Ленина состоялся полуфинал юниор-лиги КВН Республики Татарстан. В игре приняло участие 12 команд. Участники были не только из Казани, но и из ближайших городов, таких как Буинск, Елабуга и Чебоксары. Особенность юниор-лиги – это ее участники. Средний возраст начинается от 8 лет. Однако, несмотря на юный возраст, это не мешает им шутить на актуальные темы. К слову, темы для шуток были самые разные – от политики до любовных отношений между подростками. В возрасте участников у нас в юниор-лиге порядка 11-12 лет. Но есть и старшие ребята, есть и младшие ребята. Жюри оценивает выступления участников по нескольким параметрам. Но самыми главными остаются юмор и артистизм. По словам оценивающих, судить выступления детей немного труднее, нежели выступления взрослых. Такие моменты снисхождения, потому что ты видишь, что перед тобой дети. Если вдруг кто-то забыл слова, я лично, как член жюри, я бы, наверное, не обращал на это внимания. Я бы больше обращал внимания на ту искру в глазах, которая очень важна во время игры в КВН. Пока что это только полуфинал. Впереди у команд подготовка к финальной игре, которая пройдет в мае этого года. На нем команды выяснят раз и навсегда, кто из них самый веселый и находчивый школьник. Лев Диденко, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. Весна радует татарстанцев ранним началом и высокими температурами. Чем вызвана погодная аномалия и как долго она продлится, рассказал профессор Кафу. Смотрим. Зима в этом году выдалась никакая. Мало снега аномально высокие для этого времени года температуры. Всю зиму погода на европейской территории России определялась влиянием Атлантического океана. Циклоны приносили с собой теплый и влажный воздух Атлантики. Весна приняла зимнюю стафету и продолжила радовать жителей пульсовой температурой. У нас по-прежнему западно-восточный перенос и по-прежнему к нам приходят циклоны. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка минус 6 градусов по климатическим меркам. А вместо этого мы имеем примерно градусов 5 со знаком плюс среднесуточную температуру. По многолетним данным, весна в Казани должна была начаться лишь 30 марта, в момент, когда среднесуточная температура перейдет в нулевую отметку. В этом же году отметка в 0 градусов была преодолена уже 28 февраля. Нынешняя весна, она из-за ряда вон выходящая. Потому что, если дело так пойдет, как вот на эту неделю и на декаду, то, конечно же, у нас через достаточно короткое время и не окажется, уже никакого снежного покрова его не будет. То есть уже, по сути дела, приход ранний, приход весны. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова